Аула виллахи внашинит анараджим бисмилляхи ррахмани ррахим Познай мой дорогой брат Всевышний Аллах создал человека в удивительном виде Внутри множества есть единство, сложности и простота, а внутри общества индивидуальность У каждого органа и чувства человека есть отдельные наслаждения и страдания А также, как становится поднятно из их взаимопомощи и взаимоподдержки Все они получают часть наслаждений, переживаний и страданий своих товарищей Поскольку природа человека такова, то если он пойдет по пути поклонения То будет достоин получить часть от всех видов совершенств, здоров и наслаждений Если же пойдет дорога эгоизма, то будет достоин различных огорчений и страданий То есть именно в 23-м слое, войдет в Заван Сайденусе, хороший пример приводит Например, сравнивать человека с неким дворцом, то есть домом В этом доме есть этажи, то есть на самом низу у входа швейцар и собака есть, например Дальше там какие-то, например, учат уроки девочки, мальчики, там как, скажем, некая школа Дальше какое-то производство идет Дальше на самом верху, как бы самое главное Хозяин дворца поддерживает связь с правителем Какие-то важные дела уже решает Также в человеке, когда у него есть иман То есть и у него уже все вот эти чувства, они на свое место становятся То есть страсти, гнев, это как швейцар и собака Сердце, разум наверху, то есть они связь со Всевышним поддерживают Все другие уже чувства, они работают по своей, как бы, специальности И поэтому человек и в этом мире получает огромное наслаждение Потому что когда, естественно, выполняет свою функцию, каждый из чувств получает наслаждение Когда же не выполняет, получает страдание И в этом отношении, и в вечности тоже, за то, что он каждым своим чувством совершал определенное поклонение Будет получать каждым чувством вознаграждение И наоборот, если не использовал на пути Аллаха, каждое его чувство будет испытывать мучение И в этом мире, и после смерти, и в вечности Субханаке ла альм лена, илля ма алламтена, иннека антен алимун хаким